Почему больно наступать на пятку? При ходьбе и что можно сделать? Если вам больно наступать на пятку при особенном, то знать в чем причина. И до заболевания сначала надо пройти обследование. Может быть это разрослась костная ткань и появился шип, а возможно развиваются более серьезные заболевания, например, остеомиелит. Есть! После рентгена стопы вы получите правильное лечение. Почему болит пятка? Казалось бы, чему болеть в пятке? Но пятка – часть сустава стопы, в которой включено 26 элементов костной системы. Болеть может любая косточка. Чаще всего в этой области ноги образуется костный отросток, напоминающий шило. Человек испытывает сильную боль при ходьбе, которая проходит, когда человек расхаживается. На следующее утро ситуация снова повторяется. Скорее всего, это появилась пяточная шпора или фалтиид. Точно определить наличие пяточной шпоры может только врач после рентгена. На снимке хорошо виден небольшой острый выступ, но и сам пациент может узнать шпору по характерным признакам. Усиление боли происходит после сна. Если шпору не лечить, то, возможно, атрофия мягких тканей. Почему появляется шпора? Избыточный вес, большая нагрузка на ноги, мышечный дисбаланс, работа в течение дня на ногах, плоскостопие, остеохондроз, тесная жесткая обувь, высокие каблуки, неправильный обмен веществ и связанные с ним заболевания, сахарный диабет, возрастные изменения, а также сосудистые заболевания. В любом случае, если пятка болит, то надо обратиться к врачу, чтобы он назначил лечение, поскольку боль в ногах мешает работать, нормально ходить и интересно жить. Незамедлительно обращайтесь к доктору, если почувствуете резкую боль и она долго не проходит, возможно, это трещина или даже перелом большой пяточной кости. Если боли пульсируют на всю стопу, при этом усиливаются при нагрузках, а ступня покраснела, отекла, то поход к врачу откладывать нельзя. Как болит ахилловое сухожилие? Ахилловое сухожилие соединяет пятку с мышцами, поверхности голени, сзади ноги. Благодаря тому, что оно крепкое, сильное, мы можем долго бегать и прыгать, но его можно повредить. А повреждение просигналит отек, боль при ходьбе, покраснение, утолщение сухожилия. Пятка, что называется, горит. Если не затягивать с терапией, то можно обойтись и без операции. Танзальный синдром. Если происходит защемление нерва, то человек ощущает онемение пальцев, покалывание в области стопы, иногда пронзает острая боль. Это все ощущения могут проявляться даже тогда, когда человек лежит или сидит. Что делать, если пятка болит? Нужно сделать ванночку с ромашкой и дубовой корой. Лечение проводится 2 недели. Неприятные ощущения по утрам могут ощущать дети и подростки. Это объясняется физиологической природой, поэтому лечение не требуется. Нельзя игнорировать лечение при пяточной шпоре. На начальной стадии дефект заметен только на снимке. Со временем в задней части кости образуется нарост. Он травмирует сосуды, мягкие ткани, нервные волокна, что может привести к развитию более сложных заболеваний. Да и шишка на пятки мало доставит радости при ходьбе и ношении красивой и удобной обуви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова